О гипнозе много слухов и мифов. В этой серии мы попытались разобраться, что же такое гипнотическое состояние с точки зрения психологов, физиологов и ученых. Вы сидите в комнате, одна, вокруг никого нет, и что-то шуршит. Так, действительно шуршит или вам кажется, что шуршит? Так, похоже, что действительно шуршит. Смотрите под диваном, ничего нет. Так, садитесь, шуршит. Вы можете подумать, что плохо посмотрел под диваном, и еще раз под диван залезть. Ну, не просто навязчивое состояние это называется. Можете решить, нет, не под диваном шуршит, а в шкафу. И проверять в шкафу. Опять ничего нет, садитесь, шуршит. Действительно шуршит или кажется, что шуршит? Вы можете соседа позвать. Послушай, шуршит что-то? И он постоит, потому что ничего не слышал, вышел. Шуршит. Пока люди приходят, не шуршит. Может быть. Боится эта шуршалка. У нас нет инструмента, который нам позволяет... Нет логики, которая могла бы нам объяснить, как сознание может сличить свои представления с реальностью. Смотри, у тебя необычное имя. Да. Вот можешь вот здесь... Да. Вот описать, как тебя зовут. Как ты обычно пишешь. Да. Если несложно, напиши свой возраст. Веки делаются такими тяжелыми. Они тяжелеют, тяжелеют. Два, три. Спать, отдыхаешь, да. Тебе 10 лет, девочка. Приятное событие. Смотришь глазками маленькая себя, маленькая себя. Скажи мне, что за урок? Труд. Труд? А что на труде делаете? Вышиваете? Да, шьете. Шьете? Вот. А теперь смотри, маленькая ты, да. И на доске ты, когда вышла, вот можешь написать свое имя. Да, напиши свое имя. Вот. Напиши свое имя. Ага. И сколько тебе лет? Ты же знаешь. Да, конечно, знаешь. Вот я щелкопаю пальцами. Тебе 5 лет. Как ты себя чувствуешь, девочка? Хорошо. Хорошо. Вот. Как тебя зовут? Как мама тебя называет? Поля. Поля. А нарисуй, напиши свое имя, Поля. Тебе 5 лет. Да. Как мама показывала рисовать. Вот. Мальчишки на пляже балуются, зажигают спичку и приставляют к спине. И валдырь появляется, да, если приставить горячую спичку к спине. Но валдырь появится, если представить спичку тыльной стороной, то есть не горячей. Почему валдырь? Почему мы, не знаю, к гипнотическим воздействием можем снять бородавки? Обычно у всех животных своя какая-то поза для гипноза. То есть одним комфортнее так, другим вот так. Вот так. Зайчики лежат. Ничего с ними не будет, это обычная защитная реакция, они полежали, полежали, пошли дальше. Гипноз животных не имеет особого отношения к человеческому гипнозу. У них просто активируется у животных защитный рефлекс по типу «бей, беги, замри». Когда животное находится достаточно близко, то есть оно уже не может убежать, не получается атаковать, остается единственная реакция – это замереть, притвориться мертвым. И, собственно, это и есть то, что зовется гипнозом животных. Но часто это выдается за какую-то магическую силу и магическое влияние. У разных животных мозговые центры приспособлены их генетическим и индивидуальным развитием к разным формам реакций. Есть попугаи, например, которые при опасности замирают. И при этом тигры, которые там в этой джунглях, в этих живут. Поскольку периферийное зрение у млекопитающих устроено чувствительным быть на движущийся объект, то эти хищники, они проходят мимо замеревшего попугая. Эволюционный – это способ выживать. Такое замирание, затаивание у этого попугая. У человека более сложное поведение. Разные люди, разные реакции, разные психотерапии, разные способы введения в гипноз, разная гипнабельность. В общем, это вопрос афферентации, вопрос чувствительности, подачи определенной чувствительности, которая меняет работу мозговых центров. Рассаживайтесь, сначала девушки, в первую очередь. Какая цель? Мы отбираем людей для научных исследований, которые будем проводить на базе первомедицинского. Нам нужно в итоге набрать 3-4 человека. Мне в первую очередь интересуют люди, у кого, я не знаю, наверное, у великих артистов, его мысль, его воображение способна влиять на его тело, на его физиологию. Вновь сжали руки. Отцепенение, одеревенение нарастает. 9. Еще сильнее пальцы склеены. Когда я назову цифру 13, вы будете пытаться разорвать руки. И чем сильнее будет желание, тем крепче они будут сжиматься и слепаться. 13. Сжали руки. И пробуйте их разнять. Чем сильнее пытаетесь, тем хуже получается. Честно, по совести пробуйте. У кого они слепаются, слепаются с каждой попыткой. Сильнее и сильнее. Когда я хлопну в ладоши, у кого руки хотят разойти, они разойдутся. У кого они склеены, они будут склеены в два раза больше. Да. Достаточно. Те, у кого получилось настолько крепко проникнуться этой идеей, вы остаетесь. А у кого руки разошлись, вы можете спокойно покидать кастинг. У кого руки разошлись, ребят, вы свободны. Да, все. Да, все. Гипноз – это состояние повышенной внушаемости. У каждого человека, когда он что-то слышит, и, например, меня сейчас слушает, есть понятие уровень критики. Он либо в штыки воспринимает все сказанное, либо полностью доверяет. Две такие крайности. Так вот, когда уровень критики крайний, понижен, мы говорим, что человек находится в гипнозе. Еще приятнее и приятнее эта мысль. Это чувство заполняет. Ой, я хлопну в ладоши, это чувство станет буквально непреодолимым. Как будто графин переполнился и смех переполняет. Да, это ощущение переполняет вас. Хочется смеяться еще больше. В гипнозе человек способен представлять настолько живо, что это вызывает у него эмоции. Досчитаю до трех, хлопну в ладоши, и ты увидишь перед собой странного персонажа, приятного персонажа. Три. Да, он прямо перед тобой. В нем нет угрозы. Он просто необычен. Вот смотря на него, скажи мне, какой он из себя? Он высокий. Высокий. Он в плаще. В чем он одет вообще? Нет, он в костюме. В костюме. Ухи и уши, и парик. Парик. А какой он из себя? Какой он из себя? Лицо его, если он? Квадратный. Он такой мужественный. Квадратный, мужественный. Угу. Очень хорошо. А у тебя... Внешне он страшно выглядит, но он добрый в душе. Вот я прикасаюсь к голове, в этом состоянии открыла глазки, смотришь прямо перед собой, да. Скажи мне, это он? Да. Да. А какой он? Большой, маленький? По сравнению с девочкой слева. Большой. Большой. А у тебя смотри, я щелкну пальцами, и он назовет, как его зовут? Он говорит, как его зовут? Любовь. Любовь? Да. Какая необычная любовь. А у тебя смотри, как странно будет. Я щелкнул пальцами, а вместо него будет приятный, приятный молодой человек из фильма. Вот я щелкнул пальцами, и приятный молодой человек, как хлопков он там появился. Знакомый герой. Кто это? Это... Из какого фильма? Я не знаю его имя, но я знаю внешне, как он выглядит. Это из фильма и сериала? И фильм, и сериал. И фильм, и сериал? Да. Вот я щелкну пальцами закрываю глаза, а он делается еще четче. Для части людей, не для всех, для очень маленьких, быть может, там 5-10%, да, можно их погрузить в такое состояние, что их сознание остается, но они не чувствуют своего тела. Полностью удаляешься от своего тела, да, это приятное, вот с каждым вдохом, выдохом, да, это приятное событие, захватывает тебя все больше и больше, да. Ты расслабляешься еще глубже, да, и еще крепче. Нет ничего, нет ничего, приятный, только приятный, глубокий покой. Нет ничего, ничего, нет. На выдохе спокойно открыла глазки. Как самочувствие? Отлично. Рука красная? Да. Ого. А что я сомневаюсь? Это все, это реакция регитативной системы, драмография. Я тоже так хочу попасть. Ай, я бы все попасть. А мне полностью вылетел? Да, я тебе доста максимум. Гипноз – это состояние, когда человек критически не осмысливает то информационные команды, те информационные раздражители, которые к нему поступают. И человек выполняет поступающие к нему команды автоматизированно, критически не осмысливая. Такое состояние является врожденной способностью нашего мозга. Благодаря этому состоянию реализуются многие феномены нужные, благоприятные для нашей жизни. Но и такое состояние может приводить к неким дисфункциям, к неким неадекватным поведенческим актам, если условия не соответствуют тем реальным предпосылкам, которые нужно реализовывать в жизни. Например, если человек уговорится выполнить какую-то команду, которая не соответствует целесообразности его жизни. Например, отдать какие-нибудь деньги, допустим, кому-то. Человеку не нужно никому отдавать, его собственным, цыганам, мошенникам или каким-то шарлатанам на улице. Но человек это делает, либо человек просто не замечает и не реагирует на то, что он видит. Он может даже и регистрировать зрением, слухом, что или сенсорно, что что-то с ним происходит, но не реагировать адекватно на эти сенсорные раздражители. Вот такое состояние критического неосмысления событий, происходящих в жизни, или команды, или ощущений, вот это и есть важный феномен, важное свойство, которое лежит в основе гипноза. Как самочувствие? Отстраненное. Так, ну ты скажи мне что-нибудь так более так. Я понимал, что ты полностью вернулся. Я здесь. Ты здесь. Замечательно. Как себя чувствуешь? Чувствую хорошо. У меня болела голова до этого, сейчас прошла. Ну голова у тебя болела в самом начале. Да. А, что ты чувствовал из происходящего? Я чувствовал только какие-то вот касания легкие. Ну смотри, легкие касания, это был хирургический зажим. Я за него почувствовал. Да. Вот смотри, я тебе объясню просто в чем разница. Зажим, да, если его наложить, он вызывает боль. Да, но когда твое внимание направлено куда-то внутрь, в углу, ты способен мысли свою держать на чем-то ином, твое тело не чувствует боли. Классно. То есть есть люди, кто волей терпит, они вот волю собирают, а есть те, кто управляет своим вниманием. И то, и другое, оно уменьшает болевую чувствительность. На боль мы реагируем путем многокомпонентных реакций организма. Мы выделяем в боли не только субъективный компонент, который человек осознает, который он может спроецировать на схему тела и охарактеризовать относительно собственных переживаний. Вот этот субъективный компонент боли формируется исходно в сенсомоторной коре. Воспринимается сенсомоторная в проекции на схему тела, охарактеризование характера, локализации и так далее, субъективных реакций. Вот этот компонент боли гипнозом можно сделать так, чтобы человек на него не обратил внимания. Когда у человека, а у вас, наверное, есть во всех, у каждого свои какие-то страхи и фобии. Публики может бояться, бояться знакомства, бояться конфликтов. На уровне физиологии, вы же физиологи, что означает страх? Когда есть объект опасности, головой-то мы, может быть, и понимаем, что опасности нет, она мнимая. Но сердце начинает стучать быстрее, иногда руки потеют. То есть возникает некая такая, говорят, диссоциация, расщепление. Вот есть личности цельные, то есть они не боятся их, хоть космос запускай, с ними все нормально. Это имеет некое преимущество, когда человек цельная натура. Но когда он немного мозаичен, из этой мозаики можно складывать совершенно новые пазлы. В этом и полезная терапия. То есть терапевтировать здорового человека, ну это бессмысленная процедура, она ничего не дает. А вот когда у человека есть какие-то комплексы, слабости, которые ему мешают, вот тогда можно творить небольшие чудеса. При мне парень был такой, около часа лежал в трансе, все было хорошо. Потом он встает, говорит, как меня задолбали эти мужики, разговаривающие. Какие мужики? Да вон там, где там, подходит к окну и показывает. Мы находимся на третьем этаже, пластиковые окна закрыты. Под нами внизу стоит автомобиль, закрытый автомобиль. Внутри автомобиля мы видим, что сидят двое мужчин. И похоже, что они разговаривают, судя по жестикуляции и тому, как они ворочают головой. Вообще ничего не слышно. Он говорит, я не могу, я лежал, я весь их разговор слышал, мне прям вот как будто прям в ухо орали. И сейчас я стираю из твоей памяти твое имя. И твое имя Коля. Тебя зовут Коля. Тебя родители назвали Колей. Летом Коля, паспорт стоит, и во всех документах. Открываешь глаза? Открываешь глаза. Как ты себя чувствуешь? Супер. Супер, очень хорошо. Как фамилия твоя? Летов. Ага, Летов. А имя? Коля. А ты же девушка, как ты можешь быть Колей? Коля. Коля. Прямо именно Коля? Коля. Точно? Коля. У тебя есть ребенок? Есть. И при этом ты кто для ребенка? Коля. А мама или папа? Мама. Мама. Ага. Ну, зовут тебя? Коля. Очень хорошо. И сейчас посмотри вот сюда. Это состояние, которое не похоже ни на что. То есть ты понимаешь, что ты там был, когда ты из него выходишь. А как ты туда заходишь, чаще всего ты сам не понимаешь. У каждого человека будут свои ощущения. То есть они будут уникальны. То есть если кто-то, например, хочет впервые ощутить это, то мой рассказ будет ему вреден. Потому что он будет ждать тех ощущений, которые были у меня. А у меня мой, он именно мой, он уникальный жизненный опыт. У вас свой уникальный жизненный опыт. И у меня мое уникальное тело. И у вас свое уникальное тело. И поэтому ощущения, которые у нас будут, они будут концептуально разные. Я чокну пальцами, а ты забываешь свое имя. Я взял твою руку, я отпущу ее вниз, и ты сразу придешь в себя, откроешь глаза, но не будешь помнить цифру три. Вдох, выдох, спокойно открыла глазки. Как тебя зовут? Вспоминай, а как тебя зовут? Вот, вспомнила. Меня зовут Евгения. Женя. Хорошо, Женя, я буду прикасаться к пальцу, а ты будешь просто называть номер этого пальца. Это первый? Первый. Это? Второй. Это? Седьмой. Это? Четвертый. Это? Пятый. Пятый. А что седьмой палец здесь делает? Вот я щелкну пальцами, а веки моргают и слипаются. Мы не можем стереть из памяти никакого события. Это некие нейронные сети. Мы лишь диссоциируем человека от этого воспоминания. У нас есть такой механизм, когда мы что-то забываем. И мы реально много чего не помним. Это нормальный механизм. Мы не можем постоянно в настоящем помнить обо всем, что было с нами раньше. И эта функция памяти, она присутствует. В гипнозе мы лишь ее временно включаем либо отключаем. Поэтому, когда мы что-то стираем, мы как бы временно из поля внимания убираем это число или этот факт. Такая бытовая амнезия. Я говорю, не отвлекли, я забыл. Прошло 2-3 секунды, опа, я вспомнил. Вот это слово гипноз в неком плане это регрессия. Вот я объясню. И может вы поймете. Ну постараюсь. С нами в детстве были ситуации не самые приятные. Ну мы там чего-то испугались, кого-то потеряли, быть может, близкого и так далее. Если мы попадаем вновь в подобную ситуацию, откуда берутся страхи и фобии? В неком плане, если человек боится выступать, когда он один на один, он в настоящем. Но если он на публике, в неком плане, он вернулся назад. Он реагирует, как был там и тогда. Как, например, ему было там 15 лет, там в школе и так далее. То есть это называется регрессия. И его мышление делается чуть более детским. И реакция становится более детским. Вот если этот процесс сделать управляемым, это называется гипнотическое состояние. Шелкни пальцами. Ты снова окажешься в возрасте 2 лет и 2 года тебе. И сейчас я тебе дам один предмет. Вот это что такое? Бери в руку. Что это? Что с ними можно делать? Тебе 2 года, ты маленькая. Кинуть. Кинуть? Угу. Тебе нравится это? Очень. Как ты думаешь, что это такое? Что такое? Чёрненькое. Чёрненькое. Хорошо. Нажимай. Твоими руками поиграй с ним. И делай то, что хочется. Как ты думаешь, что это? Коробочка. Коробочка. Очень хорошо. На вот вам описание исследования Пьера Жанне. Это самый конец 19 века. Это у него пациентка, страдающая слепотой на, ну, скажем, левый глаз. Я не помню. При этом в состоянии гипноза она этим глазом видит, а без гипнотического воздействия не видит. Тогда же она погружает эту взрослую женщину в детский возраст и пытается заметить, в каком возрасте у неё глаз видит, а в каком нет. Выясняется, что это где-то вот до шести лет она видит, а после шести не видит глазом. Тогда он просит её подробно сканировать в состоянии гипноза, что с ней происходило вот в этом возрасте. Выясняется, что в гости к ним, к её родителям, приехали какие-то знакомые, родственники с ребёнком, покрытым сыпью. И на ночь этого покрытого сыпью ребёнком стали укладывать вместе с этой девочкой. Она очень не хотела, ну, сыпь неприятная, протестовала. Но, видимо, у родителей не было другого выхода. Их уложили вместе, она потом встала, у неё парализована левая сторона была, которая соприкасалась как бы с этим ребёнком. Но это быстро прошло. А через пару недель послев глаз. Выяснив эти обстоятельства, Жанне внушает в гипнозе этой женщине, что приехавший в гости ребёнок – это вообще замечательный, чудный ребёнок, да и сыпь такая не очень сильная. И когда он её будит, она видит левым глазом. Когда человек вспоминает всю цепочку сверхнего события, нижнее, 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 он понимает, что те симптомы, которые он есть сейчас и которые ему мешают, вызваны этой ситуацией или чередой ситуации. Наши реакции, эмоции, они возникают от наших мыслей, как мы думаем. В большинстве случаев человек эти мысли свои, он не осознаёт. Вот этот фильтр, сквозь который вся информация пропускается в внутренний мир. Как только он что-то переосмысливает, он сразу меняет отношения. Ну что значит отношения? Означает меняет эмоциональную подку. Поэтому мы цепляемся за эмоцию, смотрим всю цепочку событий, видим, где произошла ошибка, как человек это искажённо воспринял. Понимаем, что это искажение, человек тоже это понимает. Это, в частности, его задача, а я лишь помогаю. Иногда я как бы провоцирую на понимание, как во время диалога, я в чём-то убеждаю. Человек понимает, что вот вся эта цепочка событий, да, это результат просто его ошибки. Где-то в мыслях он что-то обобщил, сделал не тот вывод. Как только он это понимает, он смотрит на мир другими глазами. Я досчитаю до трёх. А так кажется, в событиях, когда впервые возникла аллергия на шоколад. Примерно возраст? Три с половиной. Три с половиной. Там тётя рядом. Что именно происходит, что возникает напряжение? Дождь идёт. Дождь идёт. А сидишь один или кто-то рядом ещё есть? Ну, с ней мы сидим. Тут дождя прячемся. А все где-то в другом месте. Все в другом месте. Вот напряжение возникает больше от тётиных слов, действий, от самой ситуации. От дождя. Он не даёт пойти туда, где всё. Туда, где всё. А там есть ли что-то, что ешь или тётя угощает? Ну, конфетку, да. Конфетку какую? Шоколад. Аллергия была. Причём она так, она могла не проявляться, не проявляться, не проявляться. И вдруг, неожиданно, до отёка Квинке. Один или два сеанса у нас было с Геннадием. То есть и с тех пор уже прошло около семи лет, семь-восемь лет примерно так. И больше никаких рецидивов не было. Я познакомился с Геннадием. И к тому времени я уже очень хотел разобраться вообще, как это работает. И я стал изучать, стал работать с другими людьми. Получил второе высшее образование. Я прикасаюсь, голоса нет. Голос стекает в мою руку. Он полностью, полностью перетёк в моей руке. Пытайся говорить. Честно пытаюсь. Вот каждая попытка, а слова как-то странно застревают внутри. Ты меня слышишь, ты понимаешь, ты осознаёшь. Вот я щёкну пальцами. Ты будешь пытаться говорить, а слов нет. Пробуй. Ты же понимаешь, как шевелить губами. Вот я щёкну пальцами. Ты откроешь глаза, но голос останется внутри. Как рыбка. Вот я щёкну пальцами. Спокойно открыла глазки. Как себя чувствуешь? Как тебя зовут? Пытайся говорить. Ты всё понимаешь? Ты подыгрываешь? А вот теперь смотри, как странно. Вот так руки сильнее сжало. Вот я говорю один, они сильнее сжимаются. Ты всё понимаешь. Два, они слиплись. Вот силы твоего подсознания. Три, они склеены. Попытайся сильнее их разнить. Честно, уверенно стоишь в ногах. Сильнее пытайся. Ты можешь велицей говорить. Я щёкну пальцами, ты можешь говорить. Как самочувствие? Нормально. Нормально. Странное состояние. Странное. Мы сегодня видели на примере многих испытуемых, что люди включаются полностью в личность гипнотизера. Так же, как это получается, когда вам в магазине неожиданно навязывают покупки, которые вы не планировали, которые вы никогда бы не совершили. Или другим образом манипулируют с вашим сознанием. Теряется критичное отношение к миру. И вот как это происходит, к сожалению, пока ещё никто сказать не может. Но, вероятно, есть механизм мозга, который как раз определяет способность личности оценивать достоверно и осознанно ценности, факторы мира. И каким-то образом у некоторых людей, особенно, которые внушаемый, вот этот центр склонен отключаться. Я видел на примере профессора Райкова, с которым мне довелось много общаться, людей, которые попадали в транс буквально в ответ на изменение интонации Владимира Леонидовича Райкова. За несколько секунд они уже становились марионетками. И я не исключаю, что многие случаи даже такого ужасного явления, как терроризм в современном обществе, они могут быть совершены людьми не вполне в своём сознании. Если, а такое есть, не все люди больны, там, и психологически в том числе, у человека нет внешних факторов, которые его задевают, ранят эмоционально, ну всё как бы, и на него не повлияешь. Цыганку нахрен пошлёт, она там будет ему говорить, у тебя там что-то на роду, на карме, это просто звук будет для него. Не интересный, возможно, а, возможно, раздражающий. Но если у человека случилось горе, которым мало себе объяснил, и цыган попадает в это болевое место, тогда нет. Тогда на фоне стресса люди мыслят крайне плохо. Они управляемы. На фоне сильного стресса человек управляем. Вот эта управляемость, если она очень хорошая, состояние называется гипнотическим. Вот это состояние погружения, оно полезно. Оно само по себе просто полезно. И если человек за два месяца научился людей просто погружать, погружает и их там держат, то это хорошо. Но если он там начнёт им какие-то свои версии существования этого мира вкладывать, то это фактически же будет переписывание внутренней картины мира для человека. И будет ли это хорошо или будет это плохо, я не могу сказать. В данном случае, если вы доверяете кому-то себя погрузить, вы посмотрите на него. Посмотрите, о чём он думает, как он живёт, чем он дышит. Совпадают ли ваши системы ценностей. Если совпадает, то всё хорошо. А если не совпадает, то поймите, что вы когда выйдете, ваша система ценностей может оказаться похожей на его. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!